О важности и необходимости новой школы в Улигер-Льду-Юг и говорить не приходится. И что теперь большая мечта нескольких поколений аульчан становится явью. Вместо старого здания, которому уже сто лет, местные дети скоро будут учиться в условиях, отвечающим всем современным требованиям. Эта школа крайне важна была для нас, потому что у нас она была старая школа, 25-го года постройки. Туда дети в одну смену не размещались никак, мы работали всегда в две смены, уходили поздно. Эта школа рассчитана на 165 мест, рассчитывая на то, что разбудет одна сменка. Кабинетная система, современнейшая школа. Работа на объекте кипит. Строители ударными темпами уже возвели стены будущей школы, которая будет двухэтажной и рассчитанной на 165 учеников. И, конечно же, с просторными кабинетами, собственным пищеблоком, актовым и спортивным залами. Сейчас перекрытие второго этажа, бетонирование сейсмопоясов в главном корпусе, где спортзал. Там идет кладка второго этажа и наружные работы сейчас. Большую стройку в ходе рабочей поездки в Усть-Джигутинский район посетил Рашид Тимрезов. Он осмотрел каркас здания, поговорил с прорабом и местными жителями. Учитывая, что школа просторна и рассчитана на большее количество учеников, чем есть сейчас в ауле, глава региона предложил переформатировать здание под образовательный комплекс в формате «школа плюс детский сад», чтобы под одной крышей могли развиваться и малыши, и школьники. В принципе, у жителей республики, различных районов и населенных пунктов, в принципе, просьбы и проблемы, и задачи, которые они ставят перед властью, они примерно похожи. Но сегодня провели прием граждан, даны четкие поручения и правительству республики, и муниципалитету. Все задачи, поставленные перед нами, жителями Усть-Джигутинского муниципального района, они будут выполнены. Также глава республики дал поручение уже сейчас заняться проектированием благоустройства, прилегающей к образовательному центру территории. Сроки сдачи объекта остались те же – конец текущего года.